Девушки отдыхают Я помню всё, я Дмитрий и мне пора доделывать ролик Какой ещё ролик, Джек? В тебя залили неправильные воспоминания Поэтому ты не помнишь, что был хэдхантером Хэдхерантером? Я всё помню Вы меня с кем-то путаете Боюсь, Джек, это не так Ты наш агент И тебя пытались устранить Весьма необычным способом Стерли память и залили чужие воспоминания Нет, я всего лишь... Я тебе докажу Смотри, это ты занимаешься работой Устраняешь опасного элемента Это монтаж Я просто пытался быть блогером, возможно Какой нафиг блогер? Посмотри на себя Ты же не блондинка с накачанными губами И не жирный малолетка с дошираком Ты наш агент Ты был лучшим Я нихера не помню Так точно В моей коллекции завалялась одна игра от Драмкаст О которой я не упомянул в прошлом выпуске Хоть она и является одной из топовых в этой коллекции Ну представьте, что играть вам предстоит за Чака Норриса Здесь его зовут Джек Уэйт Практически Джон Уэйн С таким же хитрым прищуром А здесь он ходит и ездит на мото в очках Даже ночью У меня версия игры от Вектор И на задней стороне дисков написано Хэт Хантер перенесет вас в 2019 год Открыв ужасную картину разложения американского общества Где процветает преступность Против которой и выступил Джек Уэйт Работающий в организации по борьбе с особо опасными преступниками И еще тут упомянули об игре на мотоцикле в многопользовательском режиме Чтобы восстановить лицензию Хэт Хантера Ты должен выполнить одну миссию Убить кое-кого Кого еще убить? Я не думаю, что это лучшая идея Ну ладно Дайте пистолет, я сделаю это Во, узнаю старого Джека Держи вперед Это не смешно, Джек Это не шутка Ё-моё Чёртов мерзавец ранил меня Стоять! О! 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 Это точно он! Играть нужно от вида с третьего лица и не только за Джека Да и не только стрелять Между уровнями нужно ездить на мотоцикле Тут была сделана система укрытий Можно стоять за стеной и выскакивать прицеливаясь Также можно кувыркаться И по ходу игры еще решать мелкие головоломки Искать ключи и многое другое Вообще в игре было много роликов, которые открывали сюжет И каждый уровень был подвязан к сюжету В начале для тренировки нужно пострелять в виртуальной Реальности по манекенам Позже они становятся умнее и сложнее Также и с мото Для него были виртуальные трассы с чекпоинтами Можно было оттачивать навык вождения На время проедь трассу или убей врагов и получай лицензию Хэдхантера Также тут были и стелс миссии, где можно сзади сломать Шею охраннику и вообще наделать поменьше шуму За свои успехи в виртуале вы получали новый класс Хэдхантера и новое оружие Опять блин? Что вообще происходит? Дмитрий, вы проснулись? Хорошо Вы что-нибудь помните? Я вылетаю с самолета Вы были в коме, но вас вылечили Можете идти, вы свободны Помните что-нибудь еще? Я стрелял Это ложные воспоминания Вы просто блогер, снимающий ролики про доширак У меня смешанные чувства, да и мысли Ладно, я пойду домой Дайте пистолет тогда А то метро закрыто уже А на улице ночью опасно без ствола А, ну да На, и вперед Паааа Этот чертов ублюдок опять меня ранил Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Теперь с парашютом Размаш, ублюдка Но не только геймплейные элементы Сделали эту игру хорошей Тут были чудесные персонажи Яркие и запоминающиеся Например, Эстебан Эктор Рамирес Этакий мексиканский ковбой Управляющий кибер-паучками Паучки взрывались кислотой И ранили героя И победить Рамиреса нужно Именно его же паучками Были и другие хэт-хантеры И прочие Которые соревновались с Джеком Грей Вульф Или Хэнк Редвуд Вместе с героем Во всей этой ситуации Иногда появлялась дочь Основателя компании ICN Что занималась борьбой с преступностью Энджела За нее тоже предстоит играть Пока Джек отвлечен чем-либо Ну, например, связан Короче, игра получилась полноценным кино С сюжетом о корпорации Продающие органы людей Интересным недалеким будущим Теперь уже настоящим С копами, стреляющими парализующим оружием И диковатыми преступниками И о сложной ситуации с морализмом И продажей органов этих преступников Размаш, ублюдка Парашют запутался Долбаная хрень Запасной В переведенной версии игры Не всегда сохраняли сюжетные ролики А кроме них ведь были еще ролики с живыми людьми О которых многие у нас и не догадывались Артисты отыгрывали ведущих новостей Слегка юморили И также открывали часть сюжета Но даже без роликов играть было здорово Благо, хоть какой-то русский перевод был Их головоломки с трудом, но решались И историю игры я понял После Дрэмкаст игру издали на PlayStation 2 Но там уже такого интереса она не заработала А вторая часть получилась хуже первой В ней Джек старый А за главную героиню ученица Джека Спасенная в детстве Когда ее хотели разобрать на органы И Headhunter Redemption уже не получил отклика от игроков Но первая часть мне кажется полюбилась многим И мне именно с Дрэмкаст Че ж такое-то Долбанный день сурка Джек, Джек, ты чуть все не испортил Теперь-то ты понял, что ты не блогер Какой блогер будет так стрелять? Ты был лучшим Headhunter'ом Мы хотели назначить тебя во главе организации А теперь мне точно пора на пенсию Но мы сделали кое-что другое Мы запустили проект Адам Познакомься Старс Мы клонировали и усовершенствовали тебя И тот, кто победит, станет во главе Headhunter' компании Я тебя размажу Скорее пистолет, иначе всем хана Держи Спасибо Чёртов мерзавец достал меня А я сматываюсь В общем так Headhunter очень классная игра Она смогла взять всего понемногу Из разных жанров и не испортить это А также заморочиться с сюжетом и героями Так, чтобы они были яркими и интересными Музыка в игре вообще как в лучшем кинобоевике Героическо-военно-фантастическом кино Ну и много-много мелочей Которые смогли удержать у экрана Меня до самых титров А это сделать очень сложно Поэтому Headhunter входит в пятёрку игр на драмкаст Из моей коллекции Которые нужно играть обязательно Я так считаю Какой я к чёрту Headhunter? В упор в башку попасть не могу Ах да, там под конец игры вообще начинается жопа Выходит тиран как в резиденте И нужно с ним биться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok